Детский телефон доверия. 8 800 2122. 8 800 2122. Набирая эти цифры, дети и родители получают бесплатную анонимную консультацию от профессиональных психологов. За 10 лет своей работы общероссийский детский телефон доверия принял уже 10 миллионов обращений. На первом месте у нас обращение – это взаимоотношения среди сверстников. Конечно, когда приходит время ЕГЭ, тут начинают волноваться и родители, и дети. И здесь у нас уже достаточно много таких вопросов. Но в принципе, статистика абсолютно общая для любого региона России. То есть первое – это отношения среди сверстников, второе – это детско-родительские отношения, и третье – это какие-то школьные или учебные проблемы. Интеллектуальная игра – хороший способ отпраздновать юбилей телефона доверия. Десятиклассников разделили на группы и предложили им ответить на вопросы представителей десяти различных профессий. Создавали их известные личности, хорошо знакомые школьникам, среди которых были блогеры, музыканты, актеры и сценаристы. Телефоны доверия – такие центры работают на одном условии, на условии соблюдения одного момента. На этом же условии я очень часто общаюсь с теми, кто хотел бы, чтобы их истории попали в рассказ мой, но не хотел бы, чтобы их имя было озвучено или услышано. А я, естественно, соблюдаю это условие и всегда выполняю данное обещание. Как называется это условие, когда ты можешь что-то рассказать? Игровой формат не помешал ребятам задуматься над серьезными темами. Вопросы выбраны с учетом тематики обращений, поступающих на детский телефон доверия. Это очень интересно, это очень познавательно. Дети с удовольствием участвуют. Мы уже проводили несколько игр на базе нашей школы с 8-9 классом. Дети с удовольствием участвуют, отвечают на вопросы. И многие ответы и многие вопросы для них впервые звучат. И поэтому интересно для них и познавательно и в дальнейшем применимо для жизни. Во время игры дети стали размышлять уже совсем как взрослые. И примером для них стали 10 известных личностей. Ведь они не только задают детям вопросы, но и рассказывают свою личную историю. Какие трудности поджидали их на жизненном пути. Как им удалось преодолеть страхи и добиться успеха. Звезды дали школикам советы о том, как справиться с волнением, увидеть свои сильные стороны и обрести уверенность в себе. И напомнили им, что обращаться за психологической помощью не стыдно и совершенно безопасно. Не у всех людей есть поддержка в плане родителей, друзей верных, которым они могут поделиться любой проблемой. И такие организации, такие службы, они делают очень важные вещи. Мне понравилась история последней, которую нам показывали актрисы, которая снималась в очень известных сериалах, как «Отель Леон», «Гранд Леон». Она дала очень важные советы, то, что нам никогда не надо сдаваться. Действительно, всегда будут люди на пути, которые будут нас останавливать, говорить неприятные вещи, но нам нужно всегда продолжаться идти и добиваться поставленных целей, несмотря ни на что. В ноябре акцию проведут также в Туле, Тюмени и Нижнем Новгороде. В целом в ней примут участие более 5000 российских школьников. Мария Шумейкина, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей.